спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы вы можете представить себе триатлон под крышей казалось бы это невозможно но соревнования в таком формате не только существуют но и приобретаются большую популярность по миру например санкт-петербурге на днях стартовал первый этап серии открытого кубка губернатора петербурга по триатлону в формате indoor то есть под крышей в течение двух дней проходил лишь первый этап а в общей сложности запланировано 7 стартов причем три из них нынешнем году а еще четыре старта отведены на 2023 год каждый этап является полноценным стартом по триатлону и включает прохождение всех трех дистанций последовательно или без перерыва второй этап кубка губернатора по триатлону в indoor формате состоится 19 20 ноября 2022 года что же такое триатлон индор именно то что написано на упаковке все турниры включая велогонку проходят в помещениях такой формат подходит как для новичков так и для опытных спортсменов а соревнования в любое время года позволяют спортсменам северных стран таких как россия поддерживать мотивацию в межсезонье когда нормальный триатлон невозможен с плаванием и бегом все понятно плавают эндуроатлеты в бассейнах хоть это и считается совершенно отдельным видом спорта мало похожим на брутальные марафоны в открытой воде где сложно ориентироваться бегать можно хоть на стадионе хоть в школьном зале а хоть бы и на дорожке в данном случае на кубке губернатора для бега был выбран легкоатлетический манеж тот который напротив сибур арены и где мы уже были неоднократно в рамках нашего проекта ведь турнирная жизнь там никогда не прекращается это большое помещение дает максимальное приближение к условиям открытого воздуха хотя конечно все равно получается другой вид спорта бег на ветру на санцепёке и бег в зале под кондиционерами это две больших разницы для плавательного этапа был выбран бассейн сибур арены ловкое решение которое позволило не уезжать на другой конец города куда-нибудь на джона рида или улицу хлопена бассейн сибура не так хорошо известен массовому зрителю так что вот отличный повод узнать о нем повторимся плавание в бассейне резко отличается от открытой воды но триатлонисты отмечают что технику лучше все же оттачивать бассейн даже если вы отчаянный походник который прыгает в водопады и купается в неизвестных миру озерах бассейн позволяет оценить свою технику более объективно без фактора случайности погоды неизбежного на открытом воздухе а также шоссейная велогонка ее в зале провести затруднительно ведь велотрек это уже совсем другой вид спорта которым некорректно заменять шоссе не старт да и выводить на трек людей привычных к шоссе довольно опасно могут быть очень мощные завалы этот вопрос часто решается так индор триатлонисты гоняют на велотренажер не простых максимально приближенных к реальности но все-таки на станках не всем такая идея кажется хорошей но повторимся по-другому велогонщиков зале не разместить на кубке губернатора принято компромиссное решение гонщики едут на настоящих на своих собственных велосипедах установленных на станок но если кто не желает использовать свой велик таким образом можно взять другой у организатора даже с обычным велосипедом станок позволяет имитировать рельеф местности и тому подобные параметры вот такая оригинальная гонка мир спорта не перестает удивлять и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok